Здравствуйте, сегодня мы поговорим о ГМО, генетически модифицированных организмах. Что это такое, с чем и для чего его едят, надо ли его есть вообще. Пойдемте разбираться. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Знаете, есть, наверное, три таких явления, которые позволяют правильно оценить интеллект страны, интеллект нации. Это отношение к вакцинации, отношение к гомеопатии и отношение к ГМО. Про вакцинацию и гомеопатию наши зрители уже знают, остается разобраться с ГМО. Это хорошо или плохо, ГМО, Луиза Васильевна? Вы знаете, так много говорят об этом. А что говорят, хорошее или плохое? Разное. Развенчайте. Ну давайте тогда узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. ГМО – это наклейка, на какую наклеивают и пишут, что там. Когда ГМО есть, то это плохо. Потому что у человека может что-то плохое случиться. Это такая добавка, чтобы покупали. Плохая. Потому что она, соль, например, делает мозоли на ногах. А сахар, сахар – это белая смерть. Это плохие очень средства, ужасные. Если есть где-то табличка «Есть ГМО», так можно умереть. Ну, я ведь вот там холодильник, там яженька такая, я ее очень сильно любил. И там написано «ГМО», и угорь, там написано «ГМО», и такая стрелочка. Да, видео на октопусе написано такое. Без ГМО. Если много съесть, то можно умереть. А если мало съесть, ну, не умерешь. Только я вам советую не рисковать. Все, оставьте эту временную привычку, съесть много, где много. И ешь ты не больше, чем 10 минут. Будет очень плохо, и вы, когда уже встанете из постели, все, умираете. Ну, в общем, по большому счету, наши эксперты подвели итог. Главное, товарищи, что? Не рисковать. Да, но многие люди искренне боятся и спрашивают докторов, так рисковать или не рисковать. И на прием приходят выяснять, хорошо это или плохо. Стоит рисковать вообще. Вот по этому поводу к вам приходила Татьяна Рамос. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Телеведущая Татьяна Рамос и ее дочь Анечка любят аквариумных рыбок. А помидоры с некоторых пор не любят. Потому что как-то услышали, будто в современные томаты беспринципные ученые внедрили ген бедной рыбки хамелеона. А еще говорили, что в пшенице есть ген скорпиона, в кукурузе крысы, а в картофеле ген подснежника. Когда же в очередных новостях радостно сообщили о рисе, с геном человека терпение иссякло. Татьяна и Анечка отправились к доктору Комаровскому. Как-то тема ГМО тебя вообще лично касается? Ну конечно касается, потому что я мама, у меня есть ребенок, да и я сама хочу понимать вообще, что я ем. Ну я, извини, я, например, я лично своими глазами читал интервью большого ученого, руководителя крупного института, который занимается качеством продуктов питания. И он сказал, что на Украине генетически модифицированных продуктов нет. Нет. Но я, я хочу рассказать одну очень интересную историю. Вот очень немногие, например, ну там, я умею, большинство не знают, как вот эта дрянь называется. Вот лежит передо мной какой-то то ли овощ, то ли фрукт, вообще это ягода. Вот. Называется папайя. И вот в начале 90-х годов папайя на земле оказалась под угрозой исчезновения. Почему? Возник вирус, который эту папайю ел. Но есть страны, где папайя входит в культуру, как чуть ли не главная часть, основная часть продуктов питания. Как наша картошка. Да, да. Вот, например, в Таиланде. Ну, в Таиланде папайя чуть поменьше, чем это. Но, тем не менее, то есть страна оказалась чуть ли не перед угрозой потери. Вот представьте себе, может наша страна прожить без картошки? Может, но это же уже будет другая страна, другая жизнь. То есть это, и вот фактически папайи не стало. Фактически ее не было. То есть земля могла остаться без папайи. И что придумали? И тогда удалось модифицировать папайю, провести с ней генную модификацию. И она стала, благодаря этой модификации, устойчивой к вирусу. Но знаете, что пугает меня, как маму, когда я слышу о генетически модифицированных организмах и продуктах? Вот, например, вы знаете, есть такая рыбка хамелеон, которая при свете видоизменяется, то есть цвет ее меняется. И есть такой опыт, когда помидоры, для того, чтобы они быстрее созревали, да, то есть ген вот этой рыбки, он подсаживался к помидорам. И помидоры, пока они в закрытом состоянии, они зеленые, как только их открывают, они красные, да. Либо ген крысы, например, да, которая тоже, то есть вот к чему-то она там не уст... То есть маму это пугает, потому что, когда я осознаю, что мой ребенок ест помидор с геном крысы, да, чтобы он был... Вот меня это пугает. То есть я не понимаю вообще, что будет с организмом моего ребенка и что будет с организмом моих внуков и моих правнуков, в силу того, что они постоянно потребляют дополнительные какие-то гены. Замечательно. Вот вы, собственно говоря, сейчас озвучили примерно то, что говорит 99 и еще 5 девяток людей страны, причем независимо от того, являются они там телеведущими, да, журналистами или руководителями научно-исследовательских институтов. То есть иногда становится страшно отчего. А зачем мы все, зачем мы все ходим в школу? То есть вы хотите сказать, что... Я хочу сказать, что с точки зрения науки и биологии понять, что такое ген крысы, ген крысы, невозможно. Даже невозможно понять, что такое ген хвоста крысы или ген лапы. У нас же, когда биологи или все эти борцы с ГМО начинают вас пугать, они говорят, представьте, мы скрестили помидор со скорпионом и помидор со такими клешнями, да, то есть мы пересадили в помидор ген клешней скорпиона, и эти помидоры начали бросаться на вас прямо на грядках, да. Так вот, нет таких генов, нет гена скорпиона, нет гена лапы скорпиона и нет гена крысы. Потому что что такое ген? Ген – это участок молекулы, вот ДНК, который отвечает за синтез определенной аминокислоты, которая, в свою очередь, будет являться составной частью белка. То есть есть белок, некий белок, структурная единица всего. И в лапе хамелеона, понятно, или в шкуре рыбки, есть несколько сотен разных генов, из которых нас с тобой, например, интересует только один. Не тот, который делает клешню, не тот, который обеспечивает рост чешуи, а тот, который вырабатывает аминокислоту, которая является составной частью белка, который, в свою очередь, реагирует каким-то образом, мы еще не знаем каким, на свет. То есть мы берем не лапу и подсаживаем к помидору, мы берем некий ген, понятно? И есть вот некий белок. Почему, например, одни растения боятся мороза, а другие не боятся? Потому что этот вот белок может разрушаться при низких температурах, а этот не разрушаться, понятно? Это понятно, потому что нужно накормить человечество на сегодня, да, и так как умирала папайя, вирус поразил, да, то есть это был определенный выход. Мы сейчас живем в мире, где прожить без ГМО невозможно. Оно касается каждого из нас и попадает в организм каждого из нас. Вот, если бы не ГМО, мы бы сейчас эту ягоду даже бы и не видели, ее в глаза. Обращаю ваше внимание на то, что не каждому из нас приходится регулярно питаться папайей. Ну, она и не очень дешевая, и вообще непонятно, какого... В принципе, польза непонятная. Невыращенные, говорят, на нашей земле, да, то есть может вызывать, наоборот, в организме какие-то отторжения. Может быть такое? Конечно, конечно. Ну, потому что, смотрите, в конце концов, в миллионы поколения наших предков, они в глаза не видели вот этот фрукт, да, и поэтому, естественно, я бы не советовал никогда есть это беременной женщине. Я бы не советовал давать этого детям первых трех лет жизни, например, не советовал бы. То есть мало того, что не из нашей страны, так еще и генетически модифицированные. Так, знаете, сейчас учу, как есть папайю. Значит, папайю надо поставить вот так вот вертикально. Аня, учись, понял? Режем папайю. Режется она вот так вот. Если вы думаете, что я каждый день ем папайю, то вы ошибаетесь, но я как бы пытался изучать этот процесс. Вот разрезается эта папайя. Вот, и внутри она похожа. Смотри, какая красота. На черную икру похожа. Это почти черная икра. Ты видишь, да? После этого есть разные технологии поедания папайи. Разные. Аня, а что ты там сидишь? Иди ко мне. Вот она чистится вот так вот. Вот так, смотрите, какая красота. И вот действительно, я так прекрасно понимаю, что огромное количество людей на земле начинают утро. Собирается Аня в школу. Мама говорит, а ну-ка, Анюта, давай тащи сюда папайю. Побежала Аня на огород, схватила папайю и прибежала. Понятно? Все. Молодчинка. Так, еще осталось две икринки. Справилась. Все, умничка. Справилась. Теперь берешь, так, эту ложку клади. Эта ложка нам не нужна. Это теперь твоя личная ложка. Держи. Это твоя личная ложка. Это мамина ложка. Спасибо. На здоровье. Это моя ложка. Давай кушать папайя. И едят папайю. Она похожа на дыню. Специфический вкус. Специфический вкус, но совсем достаточно приятный, наверное. Нравится? Дядя Женя разрешает. Можешь есть. И поверь мне, поверь мне, просто я хотел бы, может быть, мы еще сегодня с нашими зрителями будем много говорить о том, почему в слове ГМО нет ничего страшного. Я бы хотел, чтобы жители нашей страны не были похожи на президента Зимбабве, который сказал, да, в моей стране люди умирают с голоду, но мы не будем завозить в нашу страну продукты с ГМО. Пусть нам лучше докажут, что они безопасны. То есть смерть от голода он допускает. Ну, в Зимбабве, наверное, да, в Украине все-таки я не совсем согласна, потому что тут чернозем, который у нас есть, да, и вообще тут ресурс, который у нас есть. Мы, в общем-то, могли бы обойтись. Мы действительно можем обойтись. И мы, скорее всего, будем обходиться. Проблема в том, что мы должны бояться того, чего следует бояться. Понимаете? Когда вы приходите с ребенком на речку купаться, вы можете бояться того, что вашего ребенка унесет течением. И это нормальный страх. Но когда вы пришли на речку, вы не боитесь, что сейчас придет цунами. На реке цунами не бывает. То есть мы должны знать, какой риск несет в себе использование генетически модифицированных организмов. Но мы должны сделать все, чтобы этот риск был каким осознанным, адекватным, объективным. Чтобы мы только не боялись того, что от поедания папайи у нас с вами вырастет что-нибудь не то. Конечно, безусловно, это уже совершенный перебор. Абсолютно, да. И, безусловно, если говорить, например, о том, чего больше бояться пестицидов на картошке или ГМО, то, конечно, пестицидов. Потому что это прямая химия. В конце концов, вы знаете, не надо думать о том, что перед фермером стоит задача накормить нас идеальными, качественными, ценными продуктами. Перед фермером, как любым человеком, который занимается бизнесом на земле, стоит задача получения прибыли. Это главная задача. Для этого есть государство, есть законы, которые должны регулировать. Государство утверждает, что у нас ГМО нет, а мы с вами что делаем? Едим папайю, которая только генно-модифицированная, другой не бывает. И так, оказывается, несмотря на заверения чиновников, в нашей стране достаточно ГМО. Поэтому давайте отвечать на ваши вопросы. Евгений Олегович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы раньше достаточно хорошо обходились без генно-модифицированных продуктов, всего было вдоволь. Почему сейчас такая большая необходимость? И, возможно, это специально для кого-то... Я на самом деле с вами готов согласиться с тем, что наша благословенная Богом страна с ее черноземами, с таким огромным количеством земли, которое можно использовать в сельском хозяйстве, совершенно спокойно может обходиться без ГМО. Суть нашей программы сегодняшней, нашей встречи, я очень не хочу, чтобы из жителей нашей страны делали идиотов. То есть, когда нам рассказывают сказки про ГМО, а мы все бегаем и говорим, боже, боже, какой кошмар, когда на нас зарабатывают деньги, понимаете, когда каждый производитель продуктов питания должен был зайти в определенную контору и занести деньги за то, что мы ему разрешили написать, не содержит ГМО, вот это мне очень не нравится. Но, когда обсуждается тема ГМО, просто задумайтесь вот над таким моментом. На Земле каждый день, каждый божий день 20 тысяч человек умирает от голода. 20 тысяч человек от дефицита витамина А, витамина А, на Земле ежегодно слепнут полмиллиона детей, а 20 тысяч в день умирает, понимаете? Вот такие цифры, да? И оказывается, создан генетически модифицированный рис, в котором резко увеличено количество витамина А. И если у ребенка нет возможности есть много риса, ну просто он голодает, но он съест одну жменьку в день вот этого риса, он не ослепнет, понимаете, да? Нам действительно повезло жить в стране, где можно обойтись традиционными продуктами питания, да? Но мы имеем возможность получить достаточно большое количество плюсов, если просто будем бояться того, чего надо бояться, и не будем бояться того, чего бояться не надо. Для этого нам надо просто понять. Собственно говоря, на самом деле все мы, все мы, вот все, кто здесь сидит, имеют документ, в котором написано, что он закончил среднюю школу. И там даже есть оценки по биологии. И теоретически, да, если у вас стоит хотя бы тройка, то вы должны знать, что такое ген. Но если мы сейчас оббегаем на улице кучу людей, нет, это, с одной стороны, приговор нашему образованию, но, с другой стороны, в очень цивилизованной Европе происходит примерно то же самое. Поскольку есть инструменты манипулирования общественным мнением, поскольку запугать можно кого угодно, правда, да? Поэтому в данной ситуации нам надо просто с вами докопаться до корней, чем мы сегодня и будем заниматься. Евгений Олегович. Да, Луиза Васильевна. Есть ли такая польза отберегу? Какая польза? Так почему очень многие люди против этого? Вот хороший вопрос. Давайте представим себе ситуацию. Давайте посмотрим на Европу. Европа, где в течение столетий последних технология сельского хозяйства доведена фактически до совершенства. Понимаете, где огромные площади обслуживает семья фермеров из пяти человек, где великолепные продукты, да? Но при этом, если сейчас завозить продукты в Европу откуда-то, то огромное количество людей просто станут нищими, да? Надо перераспределять средства. А теперь представьте себе, что существует помидор, помидор, который не гниет три месяца. Ну, просто берет и три месяца не гниет. И эти помидоры выращиваются где-нибудь в Азии, где климат намного лучше, чем в Европе, да? И поскольку, опять-таки, рабочая сила намного дешевле, чем в Европе, и вот огромные корабли везут негниющие по два месяца помидоры в Европу, что произойдет с сельским хозяйством Европы? Конечно же, оно погибнет. И в этом не заинтересованы многие, понятно? Но надо же как-то объяснить, почему мы не хотим, чтобы в Европу привозили вот эти негниющие помидоры. И для этого у нас есть классное слово. Это ГМО. Мы не знаем, что там будет. Давайте везти не будем и так далее. Поэтому на самом деле действительно огромное количество людей заинтересовано в том, чтобы никакого ГМО не было, чтобы осталась традиционная система выращивания продуктов питания. Но сплошь и рядом, как мы это все понимаем, традиционная система выращивания продуктов питания предусматривает использование достаточно большого количества пестицидов, удобрений и так далее. А если все это перестанет быть востребованным, какое количество концернов обанкротится? Ведь надо же кому-то это продавать. Короче говоря, главное, не путать интересы производителей и реальные проблемы, которые есть. То есть не надо пытаться науку смешивать с коммерцией. Вот это очень важно, чтобы мы понимали разницу, чтобы мы понимали, кому выгодно написать без ГМО и кому выгодно написать с ГМО. И не пустить. Евгений Олегович, а могут ошибаться ученые? Конечно могут. Ведь очень маленький срок прошел, и как бы надо побольше, чтобы понять результаты, как оно действует на человека. Давайте тогда зададим вам просто вам все вопросы. Ребята, вот мы съели помидор, который два месяца не гниет, потому что он генно-модифицирован. Чего мы боимся? Вопрос. Чего мы боимся? Что этот ген гниения куда-то внутрь попадет, и мы тоже перестанем гнить. Да, или как? Чего мы боимся конкретно? Ну, мутацией может быть организм. Хорошее слово. Вы помните его. Луиза Васильевна, я преклоняюсь. Ребят, давайте тогда еще раз попытаемся. Вот это самое-самое сложное. Я обращаю на это внимание, но это безумно сложно. А почему? Потому что действительно невозможно всем нам объяснить, рассказать, что такое ГМО, не употребляя умных слов. Это очень сложно. Я изо всех сил постараюсь напрячься и не употреблять умных слов. Тем не менее, придется кое-что нарисовать, чтобы мы вспомнили то, за что мы в свое время получили тройку или даже пятерку по биологии. Главное, что мы должны понимать. Все живое на Земле состоит из чего? Из белков. Когда мы с вами учились, Луиза Васильевна, и некоторые присутствующие, еще это было в эпоху социализма, и тогда один из классиков марксизма-ленинизма Фридрих Энгельс давал определение, что такое жизнь. И мы это определение учили в школе. Жизнь – это способ существования белковых тел. То есть в основе жизни всего живого на Земле лежит белок. Все, что строится живое – это белок. Все процессы в живых организмах регулируются особыми ферментами. А ферменты – это что? Это тоже белки. Таким образом, есть белок. Давайте нарисуем белок. Вот, условно говоря, вот такой вот кирпичик мироздания – белок. Каждый белок состоит из определенных аминокислот. Вот есть аминокислоты. Нарисуем их вот так. Так вот, они связаны друг с другом. Вот в какую-то цепочку. И вот эта цепочка может иметь несколько сотен, а иногда и несколько тысяч аминокислот. И существует всего 20 разных аминокислот. И вы сейчас не бойтесь, я даже не буду говорить, как они называются. Вот их всего 20. Допустим, 1, 2, 3, 7, 15 и так далее. Вот всего 20. И вот из этих 20 аминокислот все живое построено. Вся Вселенная, все, что живое на Земле, оно все построено из этих 20 аминокислот. Но они находятся в определенной последовательности. Это понятно? Понятно. Как появляется на свет аминокислота? Как появляется на свет белок? Они синтезируются внутри клетки. Но информация о том, в какой последовательности будут вот эти самые аминокислоты, она зашифрована в молекуле, которая называется как ДНК. Как дружно мы отвечаем, потому что мы, конечно же, все хорошо учились в школе. А вот эта ДНК, в свою очередь, состоит всего из 4 кирпичиков. Их вот если аминокислот 20, то вот этих кирпичиков, их называют нуклеотидами, их всего 4. Один кирпичик, второй кирпичик, третий кирпичик и четвертый. Мы можем их назвать буковками, например, А, Т, С и Г. Я даже не буду расшифровывать эти буковки, чтобы вы, не дай бог, не напугались. И оказывается, вот эти кирпичики в разных комбинациях обеспечивают синтез строго определенной аминокислоты. Например, 3 кирпичика А, Т, С, и получилась аминокислота номер 2. А, Т, 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 аминокислота номер 3. А, С, Т, Г, аминокислота номер 15. И вот оказывается, эти кирпичики, они идут один за другим в определенной последовательности. И эта последовательность определяет последовательность аминокислот. А эти аминокислоты формируют белок. И вот кусок стенки из кирпичей, который шифрует перечень аминокислот, которые шифруют белок, и называется геном. То есть ген – это просто зашифрованный кусочек молекулы ДНК. А теперь представьте себе ситуацию следующую. Есть кукуруза. И кукурузу ест некая моль. Вот есть моль, поедающая кукурузу. А есть бактерия, которая вырабатывает белок, который для этой моли является ядом. Это понятно? Мы взяли у бактерии фрагмент молекулы ДНК, пересадили его в кукурузу, понятно? В ген кукурузы. И у нас получился новый организм, который способен вырабатывать белок, который теперь этой моли не боится. И нам не надо уже эту кукурузу поливать гербицидами, понятно? И так далее. А теперь чего мы боимся? То, что мы будем устойчивы к моли или чему? Все равно страшно, да, Луиза Васильевна? Но если колорадский жук не ест картошку, почему мы ее должны есть? Действительно, ребята. Вот, кстати, послушайте меня. Это вот классика. Луиза Васильевна, я вас так люблю. У нас, когда начинают рассказывать о ужасах КМО, всегда рассказывают примерно следующее. Вот стоят два поля. На этом поле растет обычная кукуруза, а на этом поле генно-модифицированная. Посмотрите, какое замечательное поле с обычной кукурузой. Над ним летают бабочки, поют птички, да? Там так все хорошо, светит солнце. А рядом поле с генно-модифицированной кукурузой. Тишина. Бабочки не летают, гусеницы не ползают, птички не летают, светит солнце, жить не хочется, да? Но это же страшно, правда? Даже птички не летают над полем с генно-модифицированной кукурузой. А теперь скажите, пожалуйста, что делать птичкам над полем, где не летают бабочки? Ну, они же жрут этих бабочек, да? А зачем бабочкам летать над полем, если они не могут отложить яички, из которых вылупятся гусеницы, которые не могут есть эту кукурузу? Она для них несъедобная. Понимаете? То есть вот все аргументы против ГМО, они построены на эмоциях. Понимаете? Но если колорадский жук не может есть ботву, листья картофеля, да, то почему это плохо для нас с вами, Луиза Васильевна? Для нас с вами это хорошо. Знаете почему? Потому что никто не будет ходить и опрыскивать эту картошку, да? Это раз. Второе. И, может быть, та счастливая бабушка, которая с внуком проводит лето на даче, будет утром гулять с внуком по лесу, а не стоять буквой ЗЮ над грядкой, собирая колорадских жуков, да? Но лучше пусть внук будет предоставлен сам себе. Бабушка, оставшаяся ей 10 лет жизни, стоит буквой ЗЮ, но кукуруза или картофель не будут генно-модифицированы. Правильно, да? Замечательно. Давайте еще задавать вопросы. Здравствуйте, доктор. Основным аргументом противника в ГМО есть то, что встроенный ген попадает в организм человека, соответственно, нарушает его естественную работу. Вот вы, конечно, много рассказали, но, в принципе, это правда или нет? Ребята, смотрите, все, что мы едим, да, вот все, что мы едим, вот когда вы съедаете рыбу или картофель, да, какое значение для вашего желудка имеет последовательность аминокислот вот в этой картошке? Вашему желудку все равно, что он ест. Вы понимаете? То есть, когда некие белки попадают к нам в желудок, они все для нашего организма абсолютно чужеродные, да? И система пищеварения построена таким образом, что ей не важно, какие там белки. Она должна расщепить белки до определенного количества аминокислот, чтобы мы это могли усвоить и использовать потом для синтеза собственных белков. То есть, представить себе, что мы съели некие аминокислоты не в той, что надо, последовательности, и эти аминокислоты взяли вдруг и встроились в наши гены, ну, это настолько противоречит всему, что есть в медицине, в биологии, тому, что нас учили в школе, понимаете? То есть, об этом могут писать только журналисты, которые не учили биологию в принципе, но перед которым стоит задача. Давайте отвлечем людей от реальных проблем, от реальных проблем, понимаете? От того, что не контролируется содержание гербицидов в продуктах питания, да? От того, что сплошь и рядом нарушаются правила перевозки и хранения продуктов, да? Лучше пусть люди не боятся того, что надо бояться, да? А лучше пусть они боятся чего-нибудь такого, действительно не страшного ГМО. И мы все действительно бегаем, боимся, а мы не понимаем на самом деле, реально, чего нам бояться надо, что нам надо контролировать. Не в ГМО проблемы, понимаете? А в совершенно в другом. В сроках хранения, в технологии производства, в удобрениях, в том, какими кормами кормят домашних животных, вот это реальные проблемы. Вообще, я должен вам сказать, почему вот лично для меня, как для человека, который живет в нашей стране, очень актуальна, вот лично для меня, тема ГМО. ГМО и медицина, вот и мы с вами, да, как потребители, все это чрезвычайно напоминает политику в нашей стране. Вот именно политику. Политики в нашей стране делают все, чтобы мы не задумывались над нашими основными потребностями. Понимаете? Мы не думаем про медицину, про безопасность, про семью, про школу, про детскую больницу. Мы обсуждаем Европу и Россию, нефть и газ, язык и религию, национальность и так далее. Вот это то, что мы обсуждаем. Вместо того, чтобы решать темы милиции, коррупции, правительства, расходов, детей, детских садов, вот точно так же и наша система питания. Вместо того, чтобы обсуждать реально качественные количества и состав продуктов, чем должны питаться наши дети, какую воду они должны пить, как их должны и чем кормить в больницах, школах и детских садах. Вместо этого мы обсуждаем совершенно неинтересные вещи, которые являются ГМО. Понимаете? Но для 99 и 99 процентов жителей нашей страны это вообще неинтересная тема. Но это страшилка, которая заставляет вас забыть о ваших реальных проблемах. И этим пользуются люди, которые тоже не знают, что это такое. Евгения Олеговна, здравствуйте. Вы все очень доступно рассказали, объяснили. Единственное, вот с государством тоже все понятно, что они заинтересованы в этом. А еще вот маленький нюанс. То есть никакого непривыкания, ни опасности абсолютно в этом нет. Вы знаете, на самом деле, реально, реально опасности, по крайней мере, теоретически существуют. Хотя за последние 20-30 лет, которые технология ГМО используется, реальных проблем с человеком выявлено не было. Но теоретически проблемы возможны. Например, проблемы, связанные с таким явлением, как пищевая аллергия. Ну вот, как-то попробовали увеличить количество белка в сои, количество протеина в сои. Да, это очень важно, потому что соя действительно один из немногих продуктов, где белков очень много. И попробовали внедрить ген одного из разновидностей ореха. Ореха. И потом при тестировании конечного продукта выяснилось, что если у вас есть аллергия на орех, этот, то у вас будет аллергия на сою. И эти вещи однозначно надо учитывать. Хотя, когда об этих исследованиях узнали журналисты, то появилось в мире огромное количество статей на тему ГМО-продукты более аллергичны, и многие люди умирают от аллергии, хотя этот продукт даже не был выведен на рынок. Его производство прекратилось на этапе испытаний. На самом деле. То есть реально риск аллергии возможен. Еще один риск, ну он скорее, знаете, такой эстетический, очень часто связан вот с чем. Как правило, когда мы модифицируем продукты некие, мы делаем их более устойчивыми к факторам, которые влияют на них в окружающей среде. Они устойчивы, например, к различным вредителям, устойчивы к засухе, устойчивы, наоборот, к наводнениям и так далее, и так далее. И очень часто есть потенциальный риск того, что если в мир приходят генно-модифицированные устойчивые организмы, то неустойчивые исчезают. Просто исчезают. И мы можем потерять действительно естественную природную папайю. И мы ее практически потеряли. Это плохо? А мы не знаем. А вот плохо это или хорошо? Мы потеряли мамонтов. Это плохо. Хорошо бы было, чтобы мы могли покормить мамонтов бананами в зоопарке. Это было бы очень всем нам неплохо. Но реально нет мамонтов. Но может быть мы заинтересованы в том, чтобы на земле, ведь практически найти на земле кукурузу, нормальную кукурузу, вот ту естественную природную кукурузу, у которой ее плод вот такого размера. Вот такого. А вот эта современная кукуруза, пусть ее выращивали и селекционировали пять тысяч лет, но в результате естественная природная кукуруза исчезла. Хорошо это или плохо? Может лучше пусть исчезнет маленькая кукуруза, но уцелеют миллионы голодных детей? Может быть так лучше? Спасибо. Здравствуйте, Евгений Олегович. Подскажите, пожалуйста, говорят, что ГМО может быть напрямую связано с ожирением. Якобы там полный дисбаланс белков, аминокислот и жиров. Ну это одна из сказок. С ожирением связано вообще количество еды, которое мы едим. Конечно, всегда можно сказать, что нет, что вы, мы едим мало и занимаемся спортом каждый день по два часа, но толстые не потому, что мы обжираемся и спортом не занимаемся, а потому, что мы едим что-то не то. На самом деле это не так и никакой связи здесь абсолютно нет. Главное, я действительно хотел бы обратить ваше внимание, наша страна, вот именно наша страна, может много-много лет еще обходиться без ГМО, хотя, по-видимому, появление ГМО позволит принципиально изменить систему сельского хозяйства, решить огромное количество проблем, в том числе проблем медицинских, потому что на сегодня генетически модифицированные организмы используются очень широко при создании медицинских препаратов, например, при создании инсулина, при создании интерферонов, при создании такого гормона, как соматотропин, и эти генно-модифицированные лекарства, они спасают миллионы жизней ежедневно, поэтому мир без генной модификации не обойдется однозначно. Главное, я хочу, чтобы вы понимали, бояться надо не ГМО, бояться надо тех, кто пытается морочить нам голову, понимаете? Поэтому, если кто-то очень много говорит о ГМО, то, по-видимому, он хочет, чтобы вы не услышали о том, о чем вам действительно надо знать. Поэтому, уверен, что вы сделали правильные выводы, значит, мы встретимся через неделю. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok